10 утра на наших ходиках в студии расположены в белом доме на границе портланда и грешима сегодня всех замечательное настроение и ваш покорный слуга андрей некрасов приветствует вас и принимает утренние эстафету и у нас как мы обещали вчера сегодня две замечательные женщины очень красивые леди и сегодня они представят новую программу которая будет всегда выходить вот в это время на этой волне ну а ее продолжительность ее успех зависит не только от них но и от вас прежде всего дорогие радиослушатели ваша задача стоит принять или не принять полюбить или или не полюбить эту передачу ваш телефон 971 319 11 30 уже включен это телефон ваш вы можете им пользоваться и эта программа тоже ваша у нас сегодня премьера программа называется источник благосостояния такая замечательная программа я хочу представить двух замечательных женщин во первых снежану кисер она будет автором и ведущим этой передачи это ее авторская программа и у нас также на сегодня гость передачи ее зовут елена а кстати у нее будет другая фамилия в субботу поэтому ее не называем по фамилии очень интересная такая красивая фамилия если она захочет на ее раз ее назовет и она еще интересна тем елена что она с 97 года по 2000 я вот сейчас пытаюсь 2002 выходила в эфир она была радиоведущей она выходила на 15 50 а м в ванкувере ее программа звучала каждую субботу поэтому дорогие радиослушатели может быть вы сегодня ее узнаете узнаете звезду эфира прошлых лет и может быть я надеюсь после того как она с ними сменит свою фамилию у нее в дальнейшем будет возможность также у нас выходить в эфир но впрочем об этом чуть-чуть попозже а сейчас у нас премьера нашей новой передачи источник благосостояния пожалуйста да мы будем говорить о том как экономить деньги полезные советы здравствуйте доброе утро в общем лен ты помнишь цицерон сказал бережливость это важный источник благосостояния это я помню да и вот не обдуманные покупки напрочь убивают любой бюджет в независимости от его размера мы знаем денег постоянно не хватает не хватает я чтобы да мы привыкли одалживать иногда и постоянно терзать себя одним и тем же вопросом как экономить деньги само слово экономия совсем не означает что вы станете жить бедно и скудно что вы будете отказывать себе во всем и во вся чтобы только насобирать необходимую сумму на более нужную вещь нет экономить деньги означает научиться искусству правильно и разумно распределить свой бюджет таким образом чтобы даже немного денег вам хватало на все что нужно да еще и осталось на летний отдых а как же другие говорят деньги это зло леночка пословицу о том что деньги зло придумал тот кому с деньгами не везло это тоже хорошо а ты знаешь леночка что можно научиться управлять деньгами а как это делать ну вот и нас немного постараюсь в общем существует три основных навыка по управлению деньгами первый на это умение их зарабатывать совет умейте крутиться и сами находите источники дохода они жаловаться на свое житие совет 2 умение копить деньги это значит что ваши расходы должны быть меньше вашего дохода очень сложно делать соглашусь ну а третье это умеет сохранить накопленные деньги и по возможности умножать их инвестировать но ты с этим термином знакомы наверняка да я занималась инвестициями я знаю многие мои клиенты тоже занимались инвестициями я в том числе да в общем копить деньги это вещь полезная особенно если это сделали уже ваши родители так сказал уинстон черчилль счастливчики те люди которых согласно с тобой а у нас покойлись ну давайте смотреть правде в глаза контроль за деньгами это процесс серьезные напряженные согласно ли да даже если у вас карман полный до долларов то умение распоряжаться ими все-таки поможет снизить стресс связанный с тратой денег тоже согласно согласно если вы хотите стать миллионером или просто хотите прекратить тратить всю свою зарплату прежде чем вы получите ее есть некоторые удивительно простые способы сберечь немного наличных а давай еще спросим наших радиослушателей сегодня если у них тоже какие-то могут быть советы для нас потому что существует их миллионы пусть они поделятся своим опытом позвоните нам студии и мы хотели бы услышать ваши советы тоже возьмем на вооружение и так и так начнем с банковских услуг и бюджета первый совет по выбору банка выбирайте тот банк который предоставляет вам льготы что это значит ищите тот банк который в смысле благодарности за то что вы используете определенный банк подходит вам больше например обратите внимание на то если в данном банке есть сбор со снятия денег в банкомате здесь это называется ATM машин или за перерасход есть overdraft fees так называемые следует также узнать насколько высокий интерес вам будет выплачен по сберегательному счету это сейвинг аккаунт процент по сейвинг аккаунт знаю сейчас на данный момент процент очень низкий даже смешно я думаю на это не стоит обращать такое большое внимание практически ноль это надо знать потому что времена меняются но если вас большая сумма денег то тогда можно договориться с банком непрямую это точно а это правильно потому что но еще следует учесть что маленькие банки часто предлагают лучшие проценты льготы да они хотят вас получить естественно но если вот мы вернемся к твоему к своей ремарке что если ваш банк не предлагает вам интересующую вам услугу или скидку вы можете позвонить службу для клиентов это называется customers и пожаловаться им или спросить если банк согласится пойти вам на встречу есть конкуренты снежана нужно требовать нужно просить нужно за себя бороться каждый день до более того если вам отказали один раз звоните второй раз если отказали второй раз звоните третий и каждый раз вас будет новый человек с вами разговаривать поэтому не важно хотя они делают там записывают записывать записывать чем вот итог чем осторожно что потом не прислали никого на ваш домашний номер я не думаю так я просто думаю что наоборот настойчивость спасает ваши деньги и в общем в итоге деньги любят счет особенно банковский другой совет будет если вы обратите внимание значит на то чтобы разделить вашу зарплату по разным счетам то есть если вы работаете на предприятии то попросите отдел кадров вашей компании чтобы распределить вашу зарплату между текущими сберегательными счетами то есть основную зарплату вы получаете на текущий счет и вы ее можете травить тратить и часть какой-то процент определите на сберегательный счет saving аккаунт установите определенный процент депозита который будет автоматически перечисляться на сберегательный счет ну во первых этот счет будет реже снежана номер счета нужно спрятать и не иметь к нему доступа saving аккаунт you're talking about saving аккаунт да да сберегательный счет ну и плюс там процентные ставки все таки выше чем на текущем счету хоть и маленький но выше вот идем дальше вопрос по банку исчерпан наши все радиослушатели я бы хотела услышать хотя бы один звонок сейчас я бы тоже хотела но наверное поделитесь с нами сколько вы сэкономили сколько вас на счету эта шутка но вы можете сказать а что я например вчера пошла в магазин на сейфы и сэкономила три доллара что ты наверное отказалась от кофе нет нет я купила все что мне нужно у тебя был сэкономила у меня был не только купон у меня была еще и карточка от магазин от магазина сейфей рекомендую настоятельно мы его не рекламируем мы просто конечно ну это не только в сейфей это во всех магазинах можно в общем есть еще и вспомогательные программы которые помогают вам в процессе сбережения денег вот например установите в компьютере или в телефоне приложение такие ну они называются software программ для отслеживания бюджета определите цель погасить задолженность по кредитной карте придумайте реалистичный план для достижения этой цели а затем четко придерживайтесь этого плана попробуйте такие приложения финансового отслеживания бюджета как баджет learn vest или минт которые предлагают визуальные бароменцы конкретных задач а вообще можно решить все проще лен да просто купите себе тетрадку а сейчас их продают много для ваших расходов причем разные лен каждый день разного цвета или в клеточка но мой любимый красный поэтому я себе красные покупаю тетрадки так чтобы не потерялась оно и видно деньги можно зеленый потому что она отражает цвет доллара а вот каждый день записывайте в нее свои все денежные затраты до цента для вас это в тягость или не очень приятно может быть но ничего это войдет в привычку вы научитесь как экономить деньги таким образом потому что через время наполнение такой тетрадки будет вызывать у вас только интерес и азарт психологи утверждают что сделав этот шаг у вас снизятся месячные расходы когда вы будете проверять свои записи через неделю удивление вам обеспечено продолжать вы узнаете сколько денег ушло на ней на нежные или и ерундовые вещи например какие-то пироженки мороженки помадки алло доброе утро доброе утро пожалуйста представьтесь я хочу поделиться как можно сэкономить деньги прекрасно пожалуйста заработать пожалуйста у меня американ экспресс есть подказка я пользуюсь им плачу везде в конце месяца мне приходит стейтмент я выплачиваю полную сумму этим я экономлю деньги я за год экономлю себе большую сумму какую поехать за эти деньги отдыхать ну 1300 отлично это большая сумма да и замечательный совет как вас зовут теперь еще Катерина теперь еще один совет если у вас есть кредитные карточки и вы ими пользуетесь очень легко уходят деньги когда вы платите кеш вы меньше денег тратите вы видите на лицо что вы эти деньги потратили а карточки люди просто проводят проводят и легче они уходят это тоже это мы вопросы еще коснемся Екатерина если не секрет вы на пенсии или вы работаете нет работаем работаете да вы давно уже живете в Америке 25 25 лет а какие вы получаете поинты на американ экспресс или проценты да очень хорошие заправка 3 процента 3 процента 2 процента на путешествия на самолет на гостинице на это и 1 процент на все остальные покупки какие где покупаются вы можете использовать американ экспресс карточку в принципе везде где принимаются кредитные карточки да я вначале во всех магазинах узнаю берут или не берут а потом если нет тогда я только плачу свои дебет карты большое спасибо Екатерина за ваш звонок а я стараюсь только американ экспресс большое спасибо очень удобно очень надежно да спасибо за информацию отличная информация да но мы ее слушай Сержанна даст кто послушает отлично я рада да ну в общем что мы вернемся к нашим мы говорили про ну про то что когда вы будете просматривать вот эти тетрадки растраты вы будете видеть на что вы потратили деньги бесполезно а как часто ее думаешь нужно просматривать а я еще и по ряду к этому а хорошо значит так же постоянные записи разных мелочей в тетрадку могут подстегнуть вас на отказ от очередной траты просто потому что вам станет лень опять доставать тетрадку со временем вы научитесь экономить деньги на ненужных вещах главное требование записывать все до оценка через месяц вот раз в неделю надо рассматривать раз в неделю а вот через месяц обязательно нужно чашку кофе взять сесть успокоиться открыть тетрадку расслабляться не надо как ты думаешь это делать лучше с утра или вечером я думаю с утра потому что вечером вы можете не уснуть очень в общем через месяц вы можете провести анализ полученных результатов в общем посчитайте сколько денег вы потратили на ерунду впечатляет ну вот поэтому перед сном не надо перед сном можно когда вы уже натренировались через годик а лучше раньше да я согласна вот и конечно же нужно проверять банковские счета регулярно станьте таким шерлоком холмсом вашего банковского счета или счетов и проверяйте если там какие-нибудь подозрительные расходы потому что иногда бывает такое что кто-то другой может использовать либо банк неправильно провел транзакцию или сделку или с вас взяли фи которые обязательно надо следить в общем контролируя таким образом банковский баланс вы можете найти ошибки при расчетах а также определить область расходов которую можно сократить например нужно ли мне так часто ходить в ресторан да Лен нам нужно нужно в ресторан нужно это кому как кому что позволяет бюджет мы же о бюджете но нужно такой бюджет чтобы туда входили в походку а это правило номер один это очень важный правило и номер два и номер три вот нужно тоже относиться к банковским автоматам с умом ATM машин это снимайте деньги в банкоматах по правилам по определенным нужно еще посмотреть какому банку этот банкомат принадлежит обязательно потому что есть дочерние банки и есть банки посторонние где взимают фи в общем попробуйте снимать только определенную сумму лучше всего из того банка принадлежит тому банку где у вас счет да я еще я собираюсь об этом сказать хорошо в общем лучше снимать определенную сумму которая вам понадобится на каждую неделю и потом придерживаться этой суммы в течение недели этой не выходить за рамки в этом случае вам не придется как Лена уже упомянула пользоваться услугами постороннего банка как мы говорили недочернего потому что вы можете избежать поборов то есть рейкета банкомата если это этот банк не принадлежит определенному банку и может быть довольно приличный да абсолютно это может быть опасным но если уже у вас возникает воспользоваться возникает потребность воспользоваться банкоматом чаще то планируйте каждый такой визит очень осторожно чтобы не избежать таких как раз сборов когда придет необходимость взять деньги убедитесь что у вас есть время чтобы добраться до вашего банка если только он не взимает сборы эти или поехать в супермаркет или круглосуточный магазин который предлагает возврат денег наличных зебетов покупок да вот вы покупаете вещи вам предлагают сразу кэшбэк да и они за это обычно не берут не берут деньги не берут это очень хорошие а вы тут же ее тратите хорошо нам Екатерина подсказала да лучше всего наличными тратить а это мы еще тоже у нас есть это в теме как раз лучше всего а как жалко с ними расставаться вот если я пойду например в старбакс покупать кофе карточкой даже не думаю заказываю но когда я даю им наличные жалко жалко и думаю зачем я могу платить столько денег за чашку кофе мне плохо становится зачем мне этот кофе да и кофе уже не хочется вот что еще мы дальше пойдем к тому что есть такое правило распределения денег по конвертам очень работает ну по крайней мере американцы очень часто используют а у миллионеров это принято даже конвертный бюджет конвертный бюджет они распределяют деньги по категориям таким как еда развлечения плата за жилье и другие билы путешествия тоже в общем правило такое когда конверт остается пустой пора прекратить тратить в этом разделе в этом конверте из этого конверта уже тянуть деньги не надо потому что придется тогда воспользоваться другим вернее из другого конверта из другого конверта тянуть деньги не надо да вот и по пластиковые карточки возьмите себе за привычку расплачиваться в магазинах только наличными деньгами правильно пластиковые карточки только мешают экономить мы не можем воспринимать их как деньги а вот екатерина сказала что она получает поинты и скидки это кредитные карточки мы говорим а пластиковые они не кредитные нет пластиковые они кредитные ты меня не путай мы к этому еще придем я думаю что они сейчас я просто хотела сказать что с наличными деньгами расставаться намного тяжелее вот но американ экспресс мы уже затронули эту тему если мы пользуемся кредитными карточками то надо отслеживать просто сколько я думаю что ну да если например ты решил потратить 500 долларов в месяц к примеру да лучше использовать карточку где можно или мили получить и ты записываешь если ты можешь себя контролировать что ты только 500 потратишь а потом в конце месяца будешь ее выплачивать может быть тогда взять в конвертик положить 500 долларов взять карточку как только 500 долларов вы израсходовали мы же говорим о разных путях ну да есть кредитные карточки которые очень вы прослеживаете записываете каждую неделю прослеживать а можно даже их не записывать сейчас же все на интернете если у вас есть доступ к интернету и вашему счету вы можете смотреть каждый день что происходит ну я это так называю записываем потому что есть кто-то другой у нас записывает у нас есть помощь в этом мы можем сами себе помочь кому как проще есть люди которые любят записывать есть люди которые любят пользоваться услугами в разных программах да вот дальше что совет такой чтобы вы никогда не выходили из дома без списка необходимых вещей которые вы собираетесь купить потому что всегда есть тяга потратиться на что-то ты имеешь ввиду продукты? не только продукты продукты позже ну как же мы идем вещи 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 ты идешь в магазин ты хочешь что-то купить правильно? ну вот начинается женская логика хочу брюки купить купила босоножки вот встала я с утра да и я чувствую что ну вот что-то мне хочется купить а что я не знаю но когда ты приходишь в магазин тогда уже у тебя появляются идеи это самодисциплина называется это это для экономии плохая идея очень плохая очень плохая а зато так хорошо потом после этого ну а мы к этому еще вернемся устроение потому что есть у нас да есть есть это в нашей теме ну я согласна насчет того что продуктовый магазин нужно список составлять так продуктовый то вообще не ходите когда вы голодны потому что с голодухи в два раза больше накупите да даже и потом это будет лежать в холодильнике и вы не захотите то есть потом в помойку все выбрасывать это точно ну вот смотри а что ты думаешь о тех людях которые экономят деньги например в каско покупают в больших количествах а это очень хорошая идея тоже в больших количествах я считаю и дешевле лучше намного дешевле да а если они это не съедают и все равно потом выбрасывают тоже получается надо рассчитывать естественно на состав семьи как-то вроде бы дешево да они так зазывают вас зазывают вы покупаете но нужно еще наверное думать о том будете ли вы это использовать ну и во первых во вторых надо посмотреть сроки годности вот и некоторые у меня есть просто такие друзья некоторые вещи например как туалетная бумага они не портятся только если вы сами их испортите так ну вот а если у вас Леночка появилось огромное желание что-то купить и маниакальные мысли вас не покидают не покидают то потерпите до утра но если утром у вас не пропало желание приобрести данную вещь тогда покупайте вот тебе совет такой но не забывайте планы растут быстрее заработка ну желательно чтобы отказываться покупать товары в кредит потому что это только загонит дополнительные расходы денежных средств ну надо смотреть какой баланс зарассчитывать да если вы можете купить в кредит но у вас есть возможность расплатиться сразу а вот есть такой кредит когда выплачиваешь постепенно есть беспроцентный вот вам говорят вот вещь стоит 1000 долларов каждый месяц платите по 200 долларов беспроцентно и потом вещь ваша как это называется не помню слово что ты имеешь ввиду когда кредит без процентов магазины дают в рассрочке и не только магазины дают есть и банковские карточки с беспроцентным кредитом дело просто в том что вы должны все равно каждый месяц выплачивать по этому кредиту определенную сумму вы не можете ждать год выплачивать каждый месяц каждый месяц без процента да опять же вернемся к тому что мы должны смотреть сколько денег у нас есть все равно на в наличии чем расплачиваться например вот такая ситуация у людей складывается что например нужен срочно новый холодильник в бюджете этого нет холодильник сломался что делать это же трагедия идти к соседям соседи не пустят или съедят все что вы туда привезли в таких случаях я думаю что стоит пойти в магазин и взять в кредит холодильник и смотреть нужно обязательно на рекламу где дают холодильники со скидками не только со скидками но также беспроцентно и можно выплачивать течение по-моему даже бестбай магазин дает на два года в рассрочку можно купить ну я считаю что при покупке вот такой покупки экстренной надо во первых сделать поиск где можно его купить дешевле во вторых иногда в магазинах продаются вещи которые в общем были на экспозиции то есть люди смотрели их люди пытали пробовали их да которые стоят и они уже стоят они дешевле они дешевле обычно на 10 процентов это точно поэтому всегда нужно спрашивать надо пройтись по магазинам сделать познакомиться с продавцом и с продавцом поторговаться поторговаться надо обязательно не важно какой маленький большой магазин а вот слово торговаться в слове бюджет и благосостояние это очень хорошее слово согласись да а ты знаешь что американцы не любят торговаться а мы любим не любят они они как то вот идут и платят я сталкиваюсь только с теми кто торгует ну это наверное только когда дома покупают вот ну про покупки про покупки в кредит значит все таки как мы уже сказали что все таки надо бюджет нужно все равно соблюдать взять в привычку ничего не покупать в день выплаты заработной платы почему было доверено доведено психологами что как только человеку выплачивают зарплату автоматически на него одеваются розовые очки ему кажется что на данный момент он является очень богатым и может позволить себе все что угодно то есть деньги пытаются нас обмануть и не всегда без успеха как такое чувство бывает у тебя что деньги обманывают да ну конечно и очки розовые они деньги есть их уже нет и потом их нет но особенно потому как ты их по конвертикам разложишь точно не будет ну тем не менее по конвертикам лучше чем пластиковая карта все таки потому что пластиковая карта она не дает такого ощущения трат ты вроде тратишь тратишь и не знаешь сколько ты потратил я согласна да а денежки это все таки материальная вещь вот перейдем к следующему вопросу личная гигиена при уходе за собой есть совет пользоваться эксклюзивными предложениями сайтов лучше пойти на такие сайты как группон юпит living social это они дают всякие скидки вы можете их использовать на стрижки на ваксирование на рестораны я обожаю особенно группон там такие хорошие скидки я всем советую записаться и ничего это не стоит просто записываешься даешь им свой адрес электронной почты и получаешь постоянно от них электронные сообщения информацию с различными скидками и они ты напишешь в каком городе ты живешь именно для этого города постоянно реклама но вот есть такой момент если некоторые сделки показались вам уж очень подозрительно хорошими чтобы быть правдой проверьте отзывы на сайте елп или на других веб-сайтов обязательно проверяйте ревью по поводу конкретного ресторана или салона перед тем чтобы сделать решение воспользоваться услугой и сколько он еще работает сколько лет он в бизнесе это тоже это все в ревью недавно смотрела какая-то компания продавала тоже по группону свои скидки говорят что вы можете сэкономить там 20-30 долларов а потом они закрылись как только группон закончился так что нужно быть очень осторожным проверяйте бизнес который рекламируется что он действительно стабильный что он будет дальше продолжать работать у них хорошие есть отзывы да иначе это может выброшенные деньги для вас быть большим разочарованием но можно посвящие бесплатно ты знаешь что можно пойти это что где школу красоты близлежащую к вашему дому там студент может подстричь по ой 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 не знаю или даже бесплатно но это уже как повезет если вы хотите полностью налысо то я думаю что можно рискнуть ну не только можно детей там подстригать можно вот хорошая идея дети можно какая разница правильно абсолютно можно если просто кончики волос подстричь если уж там на то пошло ну да можно если вы не сильно озабочены подстричься нормальную стрижку сделать но это уж как повезет студент есть но это экономия большая ведь стрижки они довольно таки дорого стоят 50-60 долларов интересно сколько они берут десять наверное десять пятнадцать да в этих салонах где обучают очень дешево нам не практиковались поэтому мне это было бесплатно бесплатно то есть можно найти знакомого кто уходит в эту школу и вам просто как в качестве экземпляра вы будете подопытного кролика да в общем но это хорошая идея да берегите себя старайтесь высыпаться мойте часто руки это очень важно делайте все возможное чтобы не подхватить даже насморк то что не вот нежная любящая забота о себе здоровое питание и зарядка могут впоследствии предотвратить огромные траты на медицинское обслуживание сегодня врачи лучше знают стоимость болезни чем стоимость ее лечения услуги медицинские страшно дорогие поэтому тоже вот есть еще такой момент как пользование как использование медицинских препаратов в общем если вы пользуетесь страховкой и вы доплачиваете какую-то сумму из кармана это называется можно попросить врача чтобы он выписал вам объем лекарств на три месяца да тогда будет дешевле дешевле будет иногда можно попросить повысить дозу допустим вы принимаете 10 миллиграмм какого-то препарата а врача можно попросить чтобы он выписал на 20 миллиграмм и что будет такой же стоимости и разламывать эту таблетку напополам я знаю таких людей которые это использовали а если забудешь разломить выпьешь двойную дозу ну не надо забывать это очень важно чтобы не забывать это опасное дело сделайте свой собственный крем для бритья или вы можете смешать немного оливкового масла масло ши кокосового масла а также добавить витамин е в общем в ход могут пойти самые дешевые продукты которые имеются в вашем доме детское масло вы знаете еще представляешь можно использовать даже арахисовое масло да и вообще за натуральные продукты вот а поэтому можно побаловать себя днем сделай сам спа сделайте свои собственные как спа лакомства с помощью простых ингредиентов включая бананы кофе ну например вот маска для лица конечно иногда маски нас могут заставить выглядеть смешно но все-таки это отличный способ чтобы глубоко увлажнить кожу кислоты в плодах папайя ананаса лимона работают как нежные эксфолианты без всякой промывки как сделать вотрите вкусные ингредиенты в кожу лица тщательно избегая глаза и рот и оставьте на лице в течение 15-30 минут потом смойте все теплой водой ну принцип такой Леночка все что можешь положить в рот можешь положить на лицо я согласна я думаю что нужно такие маски делать каждый день вот когда готовите еду можно сразу сметанку кладете раз на лицо намазали огурчик режете раз на глаза на глаза положили легли отдохнули тогда приготовление завтрака и обеда займет место 30 минут часа 2 или 3 кокосовое масло очень хорошо тоже на нем и готовите смазывайте лицо я обожаю это для кожи очень я всем советую забудьте про все ваши крема и покупайте просто кокосовое масло или клубнику клубнику да экономия и полезно в общем есть еще такой раздел как фитнес классы да Лен вот что ты можешь сказать по этому поводу я думаю что можно купить даже в том же самом каско вы знаете такой клуб как 24 часа да 24 фитнес на 2 года вперед абонемент можно даже и не ходить туда и не заниматься я просто шучу на самом деле получается 12 15 долларов в месяц а если идешь без абонемента то получается где-то 50 60 40 это большая экономия и плюс вы будете чувствовать себя когда на 2 года вперед купите виновно что вот вы купили и не ходите заставить заниматься заставить заниматься ну вот есть еще бесплатные фитнес классы а где это ты такие видела ну вот многие спортивные залы и фитнес студии предлагают по крайней мере один бесплатный класс или сессию а некоторые спортзалы предлагают дешевые вступительные ставки да в общем не бойтесь пробовать новые места и новые фитнес тенденции не бойтесь а еще можно найти в интернете бесплатные или дешевые фитнес классы в интернете да я согласна мне очень нравится горячая йога называется хат йога и вот я также на группоне покупаю себе 35 классов за 35 долларов а так стоит один класс 15 долларов один доллар класс ты представляешь да это шикарная идея на мой взгляд это такая мне бы хотелось услышать мнение зрителей слушатели да пожалуйста позвоните позвоните нам расскажите о ваших экономиях в этой области или в других которые мы уже упомянули в общем некоторые ежемесячные подписки на фитнес видео сайты дешевле чем занятия с тренером такие программы вы можете найти на сайтах yoga today мы не рекламируем daily burn или грамм тв найдите друзей которые вас поддержат да лен я тебя поддержу купи я к тебе приду и мы вместе мы же с тобой члены одного и того же клуба да мы с тобой члены я тебя там еще ни разу не видела а потому что я в другой хожу в другое отделение в общем иногда побалуйте себя это потребует самодисциплины а это мы вот к тому что опять же если вдруг вас настигнет идея расслабиться и купить что-то такое в общем форма легкомысленных расходов иногда одобряется вот пойдите и купите что-нибудь такое то что вам уже у вас уже есть или не нужно помаду почему не такое дорогое да не такое дорогое более менее почему это нужно сделать это вот срабатывает как психологический трюк дело в том что если вы иногда позволяете себе почувствовать раскрепощенно то вы оберегаете себя от значительно больших растрат в будущем то есть надо иногда отпускать ну знаешь вот когда женщина мы хотим себя побаловать что мы себе покупаем туфли сумки платье а вот интересно что мужчина покупают когда они хотят себя побаловать когда у них вот такое чувство вот я хочу есть ли у них вообще такое чувство они покупают женщине новое кольцо слушай хорошая идея пусть нам позвонит мужчина мы бы хотели услышать от наших радиослушателей мужчин они сначала удобряют удобряют женщину а потом понятно и вот я всегда думала об этом думаю что же они себе покупают новую машину новые шины велосипед гаджеты Леночка гаджеты компьютеры а понятно компьютеры телефончики наушники нет но твоя идея более актуальна ну помада мне помада мне ближе к сердцу а вот что дальше у нас дом электроника потому что это мы пользуемся каждый день помадой ленты пользуются каждый день иногда но не всегда вот у нас есть звонок от надеюсь от мужчины значит алло алло доброе утро доброе утро вас слушаем угадали мужчина позволяет себе купить при надежности для фишинг удочки крючки поплавки вот такие вещи я предполагаю что это я предполагаю что это ваше хобби да любимое а я думаю процентов на 70 мужчин это любят а сколько вы тратитесь когда у вас вот припекло это секрет это секрет вы можете не представляться тогда жена не слышит не ну факт тоже что например покупаешь лаптис на фишинг там туда-сюда и одна рыба она все покрывает когда большого слава нас ловишь она покрывает все стоимости а вторую рыбу поймаешь она покрывает все снасти на минимум сто роста так что какую же вы рыбу ловите что она вас все покрывает с икрой салмана большого 25-30 паунтов и нормально и вы ее продаете чтобы она все покрывала адресочек мы ее кушаем мы ее кушаем все сами все сами сейчас самый сезон пускай ваши мужья собирается покупает едут везде по всем речкам рыба есть большое спасибо спасибо вам за совет ваш спасибо за то что вы нас слушаете мы записали до свидания до свидания интересно интересно я и не подумала крючки поплавки как это все а мы про помаду а мы про помаду точно а тут рыба которая очень полезна слушай она же все покрывает вот смотри мужчина покупает то что можно будет использовать не только для него для всей семьи для всей семьи какой хороший мужчина где такого мужчины да звоните мы ищем в общем ну а теперь к тривиальному перейдем это вот дома электроника как я уже упомянула мы этим пользуемся каждый день мытье посуду скажем у нас самое главное занятие в доме если мы ловим рыбу особенно в общем когда вы моете посуду сначала смочите блюдо небольшим количеством воды просто спрысните выключите воду пока чистите щеткой или мочалкой посуду а затем ее сполосните потом можно включить ручная мойка посуды раз в день в сравнении с использованием посудомоечной машины может сэкономить от 200 до 500 галлонов воды в месяц Лена да ты что представляешь 3 доллара но это не только лишняя чашка кофе абсолютно это ну учитесь экономить на мелочах в общем мы обычно об этом же не думаем правильно к сожалению нет но надо особенно мы живем в Америке это хорошо для окружающей среды кстати это же очень важно будем экономить для вашего кошелька это тоже хорошо вот а здесь у нас важно дышать хорошим воздухом да пить хорошую воду да вот а сейчас вот такое интересное хороший совет я согласна вот когда вот холодно сейчас наступает холода нужно согреваться да но для этого необязательно использовать во всю мощь обогревающей системы вот потому что это съедает очень большое количество денег электричество очень дорогое да и газ электричество можно укрываться дополнительным слоем одеял пить горячий чай очень полезно и вкусно и тепло сидите в сауне а вот представьте себе если она есть рядом вот а представьте себе что можно даже наполнить бутылку горячей водой положить себе под одеялко станет так хорошо это что-то мне бабушка рассказывала да наши бабушки умели как раз обходиться и мелочами экономить хорошо да мы же вот вышли из той среды поэтому это может сохранить тепло не использовать термостат на высокой мощности ведь сколько отоплений в месяц ты тратишь приблизительно это же очень дорого дорого 200-300 долларов смотря от того зависит от сколько людей живет в доме какая большая семья так что это может в копеечку обойтись вот и надо эту электротехнику всю что в доме поддерживать в очень хорошем состоянии лучше вовремя ее починить да лен чем потом тратиться на новую да надо использовать какие-то вот моменты ловить ловить а как ты думаешь может быть покупать ну я имею ввиду различные пакетчи когда например вам телевизор продают на 2-3 года можно гарантию купить дополнительно к тому что уже от завода дается потому что это тоже может быть хорошей идеей сэкономить деньги если электротехника сломается а у вас гарантия на нее гарантия это хорошая вещь но за гарантию надо платить да да то есть иногда есть смысл смотря что если дорогой например дорогой телевизор очень сильно или вы инвестируете большую сумму денег в эту технику то наверное стоит все-таки купить я недавно купила опять же про холодильник холодильник который даже месяц до года не хватило он сломался аккумулятор полетел полностью новый дорогой красивый красивый и не работает только красота и кнопочки а кнопочки не рабочие не рабочие и что потом случилось повезло мне то что еще гарантия оставалась да и мне бесплатно его отремонтировали надеюсь что еще на год хватит сколько ты платила за страховку за страховку я не платила у меня была заводская гарантия и поэтому это я и говорю радиослушателям даю совет что может быть и стоит купить дополнительную гарантию на несколько лет может быть да если обязательно при покупке электротехники нужно спрашивать какой срок гарантии это первое даже бесплатная гарантия дается чаще всего на год а то и на два от завода заводская гарантия а можно еще купить дополнительную гарантию на два-три года дополнительно в общем это да если вы планируете каждый год менять эту технику потому что новая постоянно выходит но некоторые люди любят себе это могут себе это позволить то тогда они сленочка мы об экономии да 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 я не буду отвлекаться продолжай что следующее нужно делать дальше можем у себя еще раз ограничить я шучу а это не ограничение на самом деле вот то что следующим послед следующим будет в нашем разговоре это вот о моющих средствах которые мы используем тоже каждый день я могу посоветовать чтобы вы сделали сами моющие средства себе можете изобрести какой-то собственный рецепт чистящего средства так это легко сделать такие из таких простых дешевых ингредиентов которые наверняка уже есть в вашем доме к таким продуктам относятся такие натуральные и безопасные для здоровья вещества как сода лимонный сок уксус оливковое масло натуральные травы ну перечень в общем не черпаем в этом случае вы справитесь с уборкой дома без использования вредных химикатов да я слышала и убежите взвинченных коммерческих цен могу тебе сказать чем я пользуюсь например универсальное дезинфицирующее средство храните на кухне пульверизатор с пятипроцентным уксусом и время от времени обрабатывайте им разделочные доски поверхности столов мочалки и так далее смывать не обязательно между прочим это еще и сохранит труд можно даже оставить обработанную уксусом поверхность на ночь резкий запах вообще быстро улетучивается буквально в течение часа а то и и раньше да уксус он улетучивается запах я согласна я пробовала да можно обрабатывать все уксусом вплоть до унитазов просто обрызгайте и вытрите вот вот что дальше у нас опять вернемся к домашней технике надо выбирать желательно энергоэффективную домашнюю технику энергосберегающую обычно это написано на самой технике да такие маленькие таблички написано что экономите энергию да экономичные ну вот математика про стажи да лен почитать чем меньше энергии вы тратите тем больше денег чем меньше чем меньше энергии больше остается денег тем меньше денег тратите да ну про холодильник лен про твой любимый если он работает отлично сейчас сейчас уже нет смысла его менять ну я уже так посмотрю на другие да но если уже решили купить например новую стиральную машину или холодильник то ваших лучших интересов приобрести модель например energy star которая экономичная на которой как раз написано что она сберегает энергию да я согласна вот выключайте свет в тех комнатах в которых вы не находитесь в общем это экономия не будет ошеломляющей такой но это это привычка этот совет лучше воспользовать потому что в любом да сформировается хорошая привычка это хорошая привычка дисциплина дисциплина ходи за всеми выключай свет по дому да а вот знаешь бенджамин франклин сказал следующее остерегайтесь и мелких напрасных расходов ибо маленькая течь может потопить большой корабль согласна согласна вот все таки франклин был очень мудрым человеком нужно прислушаться к его высказываниям переключайтесь на энергоэффективные на энергоэффективные такие лампочки вы наверное видели такие лампочки в магазинах да они выглядят очень странно в глазах женщины просто недавно ходила лампочку покупать доброе утро да они могут быть дорогими но чем их традиционные аналоги да вот обыкновенные ты знаешь сколько там лампочек я ходила в хомдип там столько лампочек доброе утро да доброе утро извиняюсь перебила ваш ничего ничего мы рады да я просто хотела сказать что из моего жизненного опыта что про гарантию вы говорили мы покупали гарантию на диваны кожаные и мы покупали гарантию это называется как extended warranty да и мы покупали гарантию на телевизор и в общем то они нам пригодились да использовали их да потому что допустим как получилось с этими с диванами почему то они у нас начали расползаться и мы вызвали значит представителя там я не знаю видимо с этой компании которая не помню это прошло немножко он приехал нам сказал что мы даже не возьмем их ремонтировать пожалуйста идите в магазин выбирайте себе другие да и когда мы вам привезем то мы эти старые забираем и все и они все это как сказали так и сделали да прекрасно мы пошли мы пошли в магазин мы выбрали себе другие немножко подороже и в общем раз вот в этом то и суть вот видите подороже вы доплачивали ну да потому что мы дороже выбрали получше еще качество получше мы доплатили замечательно но они нам вернули full price ну да так сказать апгрейдит еще да а с телевизором у нас получилось тоже по моему на 2 года мы по гарантии покупали и в общем где-то через полтора года просто пошла такая полоса на весь экран можно было смотреть но знаете как не то что она была посередкой так сверху но все равно зачем если мы платили там полторы тысячи может быть ну да это дорогое другая покупка да и мы тоже вот как раз она кончалась буквально пару месяцев оставалась и я тоже позвонила там куда нужно было и они нам вернули но они нам вернули не full price они знаете как вот делают как ну остаточную стоимость или как-то потому что он у нас уже пробыл год и мы купили себе другой а этот до сих пор все равно показывает да вот видите они даже не забрали его представляете они даже не забрали его за старый представьте сколько они денег зарабатывают на технике если они даже ее не забирают видимо она у них копейки что ли стоит да потому что представьте они нам его оставили ну до сих пор мы дочке там отдали там дети иногда его включают малые и он показывает и они нам еще вернули может быть я не знаю 800 долларов или сколько они нам вернули вот это очень-очень хороший совет большое спасибо что поделились этой информацией за звонок но нужно очень осторожно осторожно да такое что если ты покупаешь допустим нужно смотреть какой это магазин если магазин выходит из этого ты потом да 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 я согласна ты потом концов не найдешь да читайте мелкий шрифт что там написано большое спасибо за звонок ну в общем эти лампочки лампочки Леночка ну вот я пришла в магазин и там их столько там наверное ну вся стена в одних лампочках ну вот желательно покупать легкие компактные люминесценции ты знаешь сколько таких легких лампочек там ну очень много принцип такой принцип такой это уже как говорится up to you что покупать надо смотреть надо спрашивать проконсультироваться с продавцом продавцы там есть обязательно они проконсультируют вот посмотреть на цену сравнить в разных магазинах вот когда тебе такой вопрос дают вы хотите чтобы свет был яркий или затемненный как ты ответишь а сколько сбережет он мне денег в моем кошельке это последнее что возникает у меня мысль но ты мыслишь нетрадиционно да у нас хорошо потому что для меня сложно покупать лампочки потому что я все время меняю свое мнение ну у нас обычно лампочками занимаются мужчины да да вот но все таки эти лампочки требуют меньше энергии чем чтобы работать в общем по статистике если даже заменить просто 5 обычных лампочек на 5 энергосберегающих лампочек то в год вы можете сэкономить 75 долларов кому-то это важно 75 долларов кому-то это важно кому-то это очень важно это всем важно опять же вернемся к Франклину да маленькая течь может потопить большой корабль да 75 долларов это большая сумма а сейчас такой объемный и интересный предмет как одежда одежда очень важна в нашей жизни да мы уже в таких особенно хорошая одежда качественная одежда да в общем нужно желательно сделанной не в Китае ну Лена знаешь что я тебе посоветую все-таки надо пересмотреть свой гардероб надо потратить некоторое время на то чтобы разложить все вещи в определенном порядке что это даст когда вы организуете эту одежду вам что все имеет свое место то скорее всего вы найдете забытые какие-то предметы которые прячутся в шкафу от вас вот их уже не видишь ты забыла про них но что это даст это поможет воздержаться от покупок новой вещи какой-то качественной опять же у меня есть подруга которая пошла покупать туфли себе вот она купила была такая счастливая она мне показывала эти тюфли она одевала их она смотрела в зеркало мы провели где-то целый час разговаривали какая хорошая компания качество потом она открывает свой гардероб и у нее точно такая же пара стоит хорошая красивая и хорошая она на меня посмотрела говорит ты представляешь а они у меня уже есть что она сделала что она сделала она пришла и обратно их отдала все-таки отдала она была так разочарована что то и главное такого же точно цвета та же компания такой потому что нам вещи-то нравится всегда в принципе одинаковые одинаковые вкус одинаковый сформирован да сформирован так что да я согласна нужно просматривать свой гардероб прежде чем вы пойдете покупать за новым то же самое что как за продукт мы им ходим нужно посмотреть что у нас холодильники составить список то же самое нужно контролировать свои запросы значит что еще очень важно да ну давайте пока еще телефон один примем а звонок прекрасно да у нас звоночек алло да доброе утро доброе утро меня Коля зовут ну что я хотел сказать мне кажется больше всего можно сэкономить чтобы ну на здоровье чтобы беречь свое здоровье конечно а для того чтобы сэкономить электроэнергию на здоровье вообще экономить нельзя нет сэкономишь тем что будешь беречь свое здоровье правильное вот мы с вами согласны дайте нам пример что вы делаете конкретно для того чтобы беречь ваше здоровье скажите поделитесь с нами ну я не могу поделиться просто я вот ну как вы спортом занимаетесь проливаетесь холодной водой нет ну почему обязательно я вот мой мой дядя например он прожил довольно таки долгую уже прожил довольно долгую здоровую жизнь у него был такой этот распорядок дня солнышко село и он ну рано ложился спать он экономил энергию и потом ну электроэнергию и потом он прожил девяносто шесть лет интересно желаем всем здоровья да я надеюсь что он продолжает да жить такой же здоровый образ жизни поддерживает нет уже его нет его нету к сожалению но это хорошая идея но вы знаете что современный мир нам не дает возможности лечь спать рано мы все так сильно сильно заняты ну это здоровье это радость и это конечно мы согласны с вами да конечно это все здоровье это главное это главное берегите свое здоровье берегите большое спасибо за звонок это источник благосостояния вашего самый главный источник большое спасибо ну вот что лен еще очень важно я когда иду в магазин я проверяю этикетки потому что ну на предмет того что в химичистке только чистить мне это не нравится очень дорогие химчистки очень дорогие есть конечно вещи такие как пальто есть дешевые химчистки но ты туда не пойдешь потому что а потому что моль принесешь все же моль нет такие бывают то есть с химчистками надо еще и быть осторожными почему потому что моя знакомая отнесла вещи в химчистку потом у нее завелась моль прям под пакетом этой вещи она принесла в пакете домой вещь и оттуда вылетает моль и хлопает крылышками сейчас я все съем я понимаю вот поэтому желательно да очень это может стоить там состояние да но экономика желательно чтобы вы могли сами ухаживать за своей вещью тем более что в стиральных машинках есть ручная система стирки вы сами можете в тазике постирать все таки у нас ручки есть да и голова есть на месте вспомним прошлое вспомним прошлое вывесить на веревочку в общем нужно ухаживать за одеждой вот например если вы будете стирать белые вещи отдельно но это все наверное знают но тем не менее я повторю эту очень хорошую истину они будут более долговечными если вы будете стирать отдельные вещи ключевой момент заключается в том что чем меньше вы стираете одежду тем дольше она сохраняется смешно звучит но нюхать надо одежду перед стиркой вдруг ее вообще не надо стирать вот по возможности старайтесь не использовать машину для сушки одежды во первых это дороже чем просто повесить одежду на веревочку у кого есть такая возможность так как можно изберечь опять же электроэнергию а во вторых ваша одежда сохранится дольше согласна да вот если можно на столик выложить какой-то такой хороший светирочек чтобы он подсох да какую-то вещь просто нельзя сушить в стиралке в общем попробуйте найти возможность сушить одежду без машинки старайтесь стирать вещи холодной водой наиболее дорогой частью стирки является как раз таки использование горячей воды использование холодной воды позволит сохранить около пяти центов пятидесяти центов за одну стирку хотя горячая да это очень большой может быть большой суммой хотя горячая вода отмывает лучше это факт да но не рекомендуется я кстати об этом не знала да да я все время думала что нужно с горячей водой стирать но лучше использовать горячую воду только для очень грязных вещей которые так слегка попахивают можно и холодной простирнуть ничего не будет ну и в то же время что вот из моего опыта хорошего у меня некоторые вещи сохраняются по двадцать лет это что да есть такие вещи которые я привезла из-за рубежа очень хорошего качества у меня есть пальто я потратила на него большую сумму денег и и до сих пор выглядит как прекрасное качество прекрасное вот я потратила большую сумму денег поэтому иногда нужно купить одну хорошую добротную вещь дорогую которая послужит вам долгие годы вместо того чтобы каждый сезон покупать дешевую одежду или обувь которая разваливается тут же так вот смотри есть такая притча хорошие башмаки служат долгие годы вот в чем дело у человека который может позволить себе выложить за пару башмаков целые пятьдесят долларов ноги остаются сухими и через десять лет тогда как бедняк у которого просто нет денег и который покупает самую дешевую обувку в тот же период времени тратит на башмаки сотню долларов и все равно ходит с мокрыми ногами бедняк да отлично хорошее хорошее высказывание я думаю что кто-то кто нас сегодня с утра слушал что-то новое может быть услышал спасибо за то что нам позвонили поделились вашей информацией но напоследок могу сказать на чем нельзя экономить деньги это вот как наш слушатель сказал в том числе но вот на саморазвитии лучше не экономить деньги лучше отказаться от колбасы чем от полезной книжки на здоровье не нужно экономить деньги как наш уважаемый слушатель сказал потому что не занимайтесь самолечением потому что все это может привести к тому что вы в пять раз больше потратите на лечение от самолечения на уходе за собой тоже не экономьте особенно даже если вы используете свою косметику то она должна быть качественной и здоровой и без химикатов поэтому чтобы не навредить своему здоровью ну что очень много очень хороших и полезных советов мы сегодня услышали но их будет больше просто сегодня мы выбрали вот эти мне нравится эта тема экономия должна быть экономная это очень дорогие друзья это была программа которая учит вас и об экономии и учит вас о том как обращаться с деньгами очень замечательная программа сегодня у нас была премьера передачи источник благосостояния это прекрасное утро и если всевышние позволят то каждый вторник в десять часов утра вы теперь сможете слушать эту программу со Снежаной Кистер она ведущая этой передачи ну и может быть кратко чем она занимается вот о своем может быть бизнесе Снежана пожалуйста самое время еще и лицензированный real estate агент в штатах Орегон и Вашингтон имею лицензию в штате Орегон с 2003 года в штате Вашингтон с 2004 года моя компания называется Prime Realty North West мы занимаемся инвестициями покупок домов с акционов и так далее и тому подобное мой телефон 503 341 86 35 если Вам понадобится риэлтор звоните Снежане телефон 503 341 86 35 оставляйте сообщение если я вдруг не смогу ответить на Ваш звонок спасибо 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 Снежане спасибо Елене кстати Елена в субботу выходит замуж мы пожелаем обильных благословений большое спасибо она будет менять свою фамилию а может быть после этой передачи которая только что вышла в эфир она возьмет и не захочет менять фамилию вот только что благословили менять фамилию я говорю фамилию менять не захочет я не про то ну хорошо она уже приняла решение желание последовало после хорошего она и фамилию не захочет менять да потому что на самом деле Елена выходила на радио здесь это страничка истории нашего города наших двух прекрасных штатов Орегона Вашингтона в частности города Ванкувера и я впервые сегодня узнал о том что на 15.50 с 97 по 2002 годы пять лет подряд каждую субботу с 9 утра выходила программа просто русское радио она называлась и вот как раз Елена вела эту передачу вот я думаю что в одной из ближайших наших встреч уже потом когда-нибудь вот мы обязательно встретимся в рамках нашей программы которая выходит по четвергам для радиолюбителей тех кто любит слушать радио программа радио центр и немножко поговорим о том как это все было как это было здорово и я думаю что Елена об этом уже расскажет после своего медового месяца обязательно спасибо приятно до свидания спасибо дорогие слушатели большое спасибо